Казанский федеральный университет посетил генеральный консул Казахстана. По количеству ваших институтов я готов, скажем, из них расширить, так скажем, сотрудничество и готов, так скажем, участвовать в этих мероприятиях. Куда идти после вуза? В Казанском университете ответить на вопрос студентов о трудоустройстве. Так как КФУ ставит высокую планку их обучения и потом сопровождает студентов в плане трудоустройства, я считаю, большим конкурентным преимуществом для студентов учиться в КФУ. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Марья Мякубова. Российский научный фонд поддержал 16 проектов Казанского федерального университета. Гранты будут выданы по приоритетному направлению, проведению фундаментальных и поисковых исследований малыми научными группами. Средний размер грант составляет полтора миллиона рублей в год. В зале Попетительского совета Казанского федерального университета стоял заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Подробнее в нашем следующем сюжете. Встреча началась с доклада ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова о начале реализации в Республике Татарстан программы «Приоритет-2030». Мы с вами прежде всего должны сформировать модель нашей республики и наших структурных подразделений наших университетов в 2030 году. То есть просто ответить, что из себя будет представлять республика в 2030 году и какое место здесь отводится нашим университетам, нашим научным центрам. На заседании также присутствовал председатель Комитета Госдумы Федерального собрания Российской Федерации по молодежной политике Артем Метелев, который высказал инициативы от Комитета по молодежной политике. Как некую сверхзадачу видим для себя сделать государство удобным для молодого человека. Он сравнивает то, как качественно оказываются ему услуги с другими компаниями, коммерческими, некоммерческими. Если они оказываются некачественно, то он просто уезжает из этого региона или из этого города, или из этой страны. Все просто. В целом мероприятие было посвящено обсуждению вопроса критериев оценки воспитательной деятельности. Государство и общество заинтересованы в молодежи как в активной социальной силе, как в таком поколении, которое, включаясь в общественную жизнь, является участником общественного прогресса. Немножко дискутируя с уважаемыми коллегами с Министерства образования и науки Республики, у нас работа с талантливой молодежью, она достаточно неплохо выстроена. И в Республике в целом, и в наших узках. Вместе с тем, в условиях модернизации российского общества и в сложившейся социально-экономической обстановке именно молодежь является наиболее незащищенной и подверженной различным радикальным и экстремистским идеям. В том числе и по детям с определенными отклонениями в здоровье. Это тоже вопрос инклюзивного образования. Мы об этом много говорим, но вся наша инфраструктура, она все-таки нуждается еще в улучшении. Немаловажной оказалась и тема влияния виртуального пространства сети интернет на молодых людей. Когда мы увидели в социологических исследованиях, что спрос у молодежи на социальный контент, на позитивный контент, а не на кровь и негатив, то появился Институт развития интернета, и каждый год его капитализация увеличивается в два раза. Несмотря на серьезный градус мероприятия, атмосфера встречи была теплой и позитивной. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоял встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с генеральным консулом Республики Казахстан в городе Казани. Все подробности смотрите далее. На встрече стороны обсудили общее направление сотрудничества, в частности взаимодействие Казанского университета с ведущими научно-образовательными организациями Казахстана. Также поднималась тема участия российских вузов в развитии системы высшего образования республики, укрепления торгово-экономических и гуманитарных связей. Нужно будет создавать центры по исследованию в области машиностроения. То есть какие-то узлы агрегаты будут пакализоваться на территории Казахстана. Нужны постоянные партнеры в этом вопросе с точки зрения обеспечения кадрами и научного сопровождения этого проекта. Эти проекты с КАМАЗом сейчас в двух регионах. Прежде всего это Казахстан и Узбекистан, где тоже сборка есть от КАМАЗа и сервизные центры КАМАЗа есть. На сегодняшний день в Казанском федеральном университете обучается порядка 570 граждан Казахстана. Основные области совместных исследований социальной науки, искусства и гуманитарной науки, инженерные и компьютерные. В свою очередь генконсул Республики Казахстан дал высокую оценку качества образования одному из старейших и ведущих вузов России. По количеству ваших институтов я готов расширить сотрудничество и готов участвовать в этих мероприятиях. В частности для меня тоже приятно, что есть определенная оценка в адрес Казахстана, что качество соответствует тому стандарту, который вы даете в ваших вузах. В завершении встречи стороны обозначили целый перечень других перспективных проектов для дальнейшего развития. Елизавета Никитина, Фарид Захитагвы, Универньюз. Профессор Казанского федерального университета получил звание заслуженной работника высшей школы Российской Федерации. Награждение заведующего кафедрой охраны здоровья человека Института фундаментальной медицины и биологии Тимбур Зефирова стоял в Казанском Кремле. В Казанском федеральном университете стартовала конференция, призванная ответить на главные вопросы о трудоустройстве выпускников после вуза. Подробности в следующем сюжете. Поступая в вуз, немногие абитуриенты четко представляют карьерный путь по профилю обучения. Задача университета – выстроить отношения с потенциальным работодателем и выпустить специалиста, чьи знания и навыки актуальны на рынке труда. Для Казанского федерального университета представляет особую актуальность создания устойчивой системы профессионального развития обучающихся и, конечно, трудоустройство наших выпускников, учитывая, что у нас их очень много, они все на разных направлениях подготовки, и для нас это очень важная актуальная проблема. Цель университета не в том, чтобы дать просто знания, которые потом не к чему будет применить. Основная цель и задача и университета, и родителей, и абитуриентов для того, чтобы выпускники университета могли трудоустроиться. В Институте международных отношений стартовала общероссийская конференция, в рамках которой пройдут дискуссии о трудоустройстве в государственные органы, карьерной помощи выпускникам с ограниченными возможностями здоровья. Возможностей для студентов, особенно в республике Татарстана, огромное количество, но многие студенты о них не знают. И цель моего сегодняшнего визита – это рассказать то, как торгово-промышленная палата свой вклад в развитие студентов носит, а именно это наша программа вовлечения студентов в предпринимательскую деятельность. То есть у студентов есть возможность ознакомиться с бизнесами изнутри, общаться с предпринимателями, и потом для себя в конечном итоге решить, хотят они двигаться внутри какой-то структуры, либо развивать свой собственный бизнес. Так как КФУ ставит высокую планку и в обучении, и потом сопровождает студентов в плане трудоустройства, я считаю большим конкурентным преимуществом для студентов учиться в КФУ. Конференция проходит в смешанном формате. Очно и дистанционно в дискуссиях принимают участие представители Общероссийской ассоциации центров карьеры и других вузов страны. Мероприятие завершится 9 декабря. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Морозы ударили по Татарстану, опустившись до отметки в минус 17 градусов. Когда казанцам ждать снега и какой будет погода в ближайшие дни, узнавал наш корреспондент. Мерзнуть татарстанцам осталось недолго. Согласно Гидромедцентру Республики Татарстан, уже 9 декабря в Казани станет заметно теплее. Мы находимся под влиянием барического гребня, то есть области высокого давления. И у нас достаточно прохладная, безоблачная погода. Завтра мы окажемся уже на периферии циклона. С циклоном будут связаны атмосферные фронты и с прохождением теплого фронта. Тем временем западный циклон, который управлял погодой в Татарстане в прошедшие выходные, покинул республику и сместился в сторону Урала. Из-за повышенного атмосферного давления в республике установилась малооблачная погода без существенных осадков, что привело к появлению морозного воздуха. Говоря о количестве, стоит отметить, что количество осадков может суммарно достигать 10 мм, что достаточно много, так как это осадки в виде снега. По предварительному прогнозу, 10 и 11 декабря республика будет располагаться в поле пониженного атмосферного давления. Сохранится теплая погода с температурами ночью минус 2, минус 7 градусов, днем 0, минус 4 градуса. Местами пройдет небольшой снег. Елизавета Никитина, Универньюз. На этом все. В студии была Марья Мякубова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!